Добрый день, меня зовут Наталья, я представляю Министерство сельскохозяйства в Германии. Сегодня я хочу рассказать вам о трех эмблемах, которые вы можете наблюдать на продуктах, на полках ваших супермаркетов в Германии, допустим. Эти эмблемы созданы или сертифицированы Европейским Союзом и означают они следующие. Их всего три. Пойдемте к первому. Вот это бушистый уфрумс вытачный. Эта эмблема вносит продукты, которые выращиваются и производятся в определенной местности. Чтобы получить такую эмблему, очень важно, чтобы ингредиенты и само производство было в этом регионе. Хороший пример это альбой в эоккейзе. И коровье молоко, и само производство сыра должно происходить в альбой. Пойдемте дальше. Этот промежуточный. Мне кажется, он не такой известный. Здесь самое главное, чтобы была соблюдена рецептура. Он называется гарантистикой. Гарантистикой, знаешь, пациенткой. Продукты с такой эмблемой могут производиться в любом регионе. Ингредиенты могут быть взяты тоже из самых разных частей Германии, из цвета. Самое главное, чтобы был соблюден рецепт. Так как, например, моцарелла. Ее необязательно производить в Италии. Главное, чтобы была четкая рецептура. И тогда на пачке можно написать. Это моцарелла. Или молоко. В этом случае молоко... О, боже, как же сказать уже русское. В общем, молоко... Коровы должны есть только сено. Очень сложно. Идет? Так, хотя, чуть-чуть немножко занято. Но мы подождем. Я могу вам даже тут рассказать. Речь идет об вот этой эмблеме. Гошусти географиша ангаба. Здесь тоже очень важна рецептура. Вообще, в трех этих эмблемах очень важна рецептура. Здесь очень важна рецептура и регион, где это производится. А сами продукты не обязательно должны быть из этого региона. Допустим, как Швацвальда Шенька. Мы все знаем. Она должна производиться в Швацвальде. Там, по-моему, ее как-то очень по-особенному коптят на соснах, елках. Сейчас даже не вспомню. И мясо для этого не обязательно должно быть из этого региона. Вот и все. Всем пока.